Сегодня я хочу поделиться с вами двумя рецептами заготовки кружевника на зиму, которыми пользуюсь на протяжении многих лет и считаю их наиболее простыми и удачными. Кружевник нужно перебрать, оторвать хвостики, вымыть под проточной водой и высушить на полотенце. Для первого способа беру красный кружевник, отбираю самую спелую ягоду и перекладываю небольшие контейнеры. Заполняю примерно наполовину. Остальной кружевник частями пересыпаю в чашу блендера и измельчаю до состояния пюре. Перекладываю в миску и так измельчаю весь кружевник. Ставлю сито на миску и протираю пюре. Нужно, чтобы получилась масса без косточек. А из жмыха можно будет сделать морс или сварить компот. В пюре добавляю сахар по вкусу и немного перемешиваю. Избиваю миксером пюре с сахаром буквально 3-4 минуты. За это время сахар полностью растворится и пюре станет более воздушным. И теперь сверху заливаю ягоды. Мои контейнеры объемом 250 мл. Для меня это самый удобный объем. Нужно учитывать, когда вы разморозите один контейнер, кружевник нужно съесть буквально за 2 дня. Долго он в холодильнике храниться не будет. Кружевник получается очень вкусный. Получаются ягоды в муссе. Зимой его можно просто разморозить и есть ложкой, как настоящий десерт. Для второго способа беру уже кружевник зеленых сортов. Чистые ягоды частями перекладываю в чашу блендера и пробиваю до состояния пюре. Можно также просто пробить сразу всю ягоду в миске погружным блендером. Добавляю сахар. Я добавляю 300 г сахара на 1 кг кружевника. Но все зависит от сладости ягоды. Перемешиваю. Нужно, чтобы сахар полностью растворился. Переливаю готовый кружевник в контейнеры и убираю на хранение морозильную камеру. Получается очень вкусный кружевник. По вкусу он чем-то напоминает киви. И отлично подойдет для блинчиков, оладьи или творога. За много лет я перепробовала много способов приготовления кружевника на зиму. И остановилась на этих двух. Они для меня самые лучшие. С вами была Марина Кириллова. На канале Сейчас приготовим. До новых встреч!